Субтитры подогнал «Симон» Эфир телеканала СТВ продолжает новости. В студии Олег Степанюк. Здравствуйте. И вначале коротко о главном. Один пояс и один путь. Президент Беларуси в Пекине участвует в обсуждении китайской правительственной инициативы. Музыка. История символов национального единства. День государственных флага и герба отмечает Беларусь. И тайна раскрыта. В дуэте на Ви-бенд муж и жена. Об этом Артем и Ксения поцелуем объявили в финале Евровидения. Музыка. Президент Беларуси принимает участие в форуме «Один пояс и один путь» в Пекине. Масштабный саммит торжественно открылся сегодня в Китайском государственном конференц-центре. Сюда прибыли лидеры 29 стран. С некоторыми из коллег Александр Лукашенко успел пообщаться лично. Все подробности у нашего корреспондента. «Один пояс, один путь» здесь произносят более сотни раз в минуту. Причем практически на всех языках мира. В пресс-центре форума более 4 тысяч журналистов вещают на телеканалы, радио и информагентства. Наша съемочная группа здесь работает с 6 утра по пекинскому времени. Если по Минску, то с часа ночи. Это первые кадры официальной встречи, которые получили сегодня журналисты. Си Дин Пин на правах хозяина встречает гостей. Александр Лукашенко по правую руку от главы Китая. То, что форум ожидаемый, подтверждает интерес журналистов. Здесь представители СМИ стран «Шелкового пути». Каждый из них говорит о том, какую выгоду принесет этот глобальный проект обычным жителям. Это действительно историческое событие. Мы очень рады быть его частью. Этот проект выгоден не только для Китая, но и для всех стран, которые участвуют в нем. На этом форуме я услышал много конкретных предложений. И речь шла о борьбе с терроризмом, коррупцией и бедностью. Было отмечено, что китайский банк направит средства на борьбу с этим, а также на развитие инфраструктуры стран-участниц проекта. Форум открыл вступительным словом председатель КНР Си Дин Пин. «Один пояс, один путь» — отличная площадка, чтобы встретиться с коллегами и обсудить не только вопросы глобального сотрудничества, но и регионального. Реализацию совместных проектов и укрепление торгово-экономических связей Белоруссии и Пакистана обсудил Александр Лукашенко и премьер-министр Пакистана Мухамманд Навас Шариф. Спасибо вам за то, что вы помните даже нюансы и детали нашей встречи в Минске. Вы, если Господь и Аллах даст, мы с вами встретимся в начале августа снова в Минске, мы вас ждем. Только я хочу, чтобы вы больше побыли у нас в Беларуси, чтобы я смог показать вам не только наши возможности в сфере производства, основных направлений нашего сотрудничества, но и показать прелесть этого клочка земли в центре Европы. Я вас жду, чтобы вы всей семьей побывали у меня в гостях. У нас будет что обсудить во время вашего визита. Официальные мероприятия еще продолжаются. Напомню, наша съемочная группа работает на форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь» в Пекине. Первые итоги первого дня мы подведем уже вечером в программе неделя. Ольга Ируть, Валерий Науменко, телекомпания СТВ, Пекин, Китай. В Греции выясняют обстоятельства крупной железнодорожной катастрофы. Скорый поезд Афины-Салоники сошел с рельсов. Локомотив врезался в жилой дом. Погибли два человека, восемь серьезно пострадали. Всего в поезде находились более 70 человек, пассажиры и персонал. Моторный самолет разбился в Боснии и Герцеговине. Погибли пять человек, в том числе трое детей и пилот. Злосчастный полет состоялся в день открытых дверей в международном аэропорту Мостр. Самолет после падения загорелся. Расследование причин обе катастрофы проводит прокуратура Боснии и Герцеговины. Церемония инаугурации нового президента Франции завершается в Париже. Франсуа Аллант официально передал полномочия главы государства Эммануэлю Макрону. Инаугурация проходит в условиях чрезвычайных мер безопасности. Перекрыты или взяты под жесткий контроль все ближайшие к Елисейскому дворцу улицы. Уже завтра 39-летний Эммануэль Макрон, самый молодой президент в истории Франции, совершит первый официальный визит. Встретится с канцлером Германии. День государственных флага и герба отмечает Беларусь. Традиционно, начиная с 1995 года, во второе воскресенье мая, в этот праздник принято давать почести символам национального единства. С днем государственного герба и государственного флага поздравления с отечественником адресовал президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что каждый из нас должен понимать, верность Родине начинается с уважения национальной символики и героической истории. Десятки белорусских флагов поддержку группы «Нави-бэнд» взмывали над главной ареной песенного конкурса «Евровидение». В финале участники от нашей страны стали 17-ми. Всего за победу боролись 26 исполнителей. Удача улыбнулась португальскому артисту. Сальвадор пел песню о любви, так же, как и белорусский дуэт, на родном языке. К слову, выступление наших конкурсантов имело необычный финал. Поцелуи Артема и Ксении раскрыл их тайну для многих. Они муж и жена. Мы выросли три года тому, мы жертвовали, что когда мы все-таки... Ну, просто, а когда мы расскажем, что мы разум, журналистам, а давай, когда мы будем в финале, так если есть полуфинал, то есть давай, когда мы будем в финале, тогда мы сможем раскрыть весь секрет. В Могилеве издано уникальное издание, рассказывающее о зарождении на белорусских землях эпохи просвещения. Впервые в обобщенном виде альбом представляет фотографии страниц, вкладок, титульных листов, книг с почти полувековой историей. Часть из них создал Спиридон Соболь, последователь Франциска Скорины. Четыре столетия назад он основал в Могилеве свою школу печатной книги. Спиридон Соболь – это спадщина не только Могилевцу, а и всех исходных славян. Это был человек, который причинился до книга-друкования в Украине, потом в Молдавии, в сегодняшней России. Но наибольшую, в первую очередь, тут, у нас, в Беларуси. В истории Могилевского книга-друкова было немало белых племов. И вот, дякуючи намаганиям книговы-давцов, историков, краезнавцев, нам удалось собрать у одного выдания богатейший материал. Фото-энциклопедию об истории Могилевской книги можно найти в библиотеках и книжных магазинах. Пока это первое издание, посвященное книгопечатанию отдельного региона страны. Больше новостей найдете на нашем сайте ctv.by. Развитие событий расскажем в 16.30. До встречи.